Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Добрый вечер. 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 в частности на жилищные проблемы, которая, к сожалению, сегодня остается наиболее самой острой у нас на заводе. Закон о государственном предприятии имеет немало недостатков и в первую очередь в плане представления предприятием госзаказов. И, кстати говоря, об этом шел очень острый принципиальный разговор и на прошедшей 19-й партийной конференции в выступлениях делегатов. Я думаю, что ответственным работникам госплана СССР, министерств, необходимо учесть это и уже по выработке госзаказа на Новый год с тем, чтобы не повторять ошибки старого. Наша страна по вылову рыбы занимает второе место после Японии, а по потреблению на душу населения на восьмом месте в мире. За пятилетку выпуск только разделанной морской рыбы возрастет почти на 50%. Сейчас рыбная промышленность – высокопроизводительная отрасль индустрии. Вот в этом здании, в центре Москвы, на Рождественском бульваре, на дисплеях министерства – точная картина каждого дня. Как работает флот, а он порой добывает рыбу в океане за тысячи миль от берегов. Николай Ишакович, ассортимент рыбных магазинов пока не стал у нас лучше. В ближайшее время положение изменится. Я полностью с вами согласен. Здесь большие у нас недоработки. Об этом говорили очень много и нас, в том числе касающиеся вопросы, поднимались на партийной конференции. И в докладе Михаила Сергеевича, и в прениях, при обсуждении очень много было, и мы относим эти вопросы полностью к себе. Нам надо и будем поправлять. Я скажу прямо, что вот такие современные формы трудовых отношений, как кооперативные движения, у нас оно, так сказать, еще не получило такой размах, по крайней мере, как на селе. Все, значит, подрядные формы, в том числе арендный подряд по флоту мы сейчас занимаемся, то есть будем проводить встречу с коллективами, поднимать этот вопрос. Это наша внутренняя резерва, о которой я сейчас говорил. Значит, это 200-250 тысяч тонн сверх пятилетких, того, что заложено было в пятилетках, это мы можем. Резервы, новые условия хозяйственные. Что это даст конкретно нам, покупателям, уже сегодня можно увидеть в Риге. Рижский рыбоконсервный комбинат «Кайя» в переводе «Чайка» только набирает высоту. Это предприятие молодое, хотя и насчитывает более чем столетнюю историю. Всего три года назад первую продукцию дал новый комбинат, а старый сардинный завод в Рыбном порту стал теперь только цехом разросшегося гигантского предприятия. Переход на полный хозерасчет с января нынешнего года поставил комбинат перед острой необходимостью изыскивать новые резервы. И вот в самом центре Риги открыт специализированный магазин-кафе. Здесь вы можете выпить чашечку чая, кофе, попробовать фаршированную рыбу, сосиски, рыбную колбасу. Понравилось? Покупайте в магазине. Так рекламируется продукция, изучается спрос, так получают возможность откликаться на замечания, предложения покупателей и совершенствовать свой ассортимент. Но новые условия хозяйственные выявили и проблемы, требующие неотложного решения. Сегодня КАИ, обеспечивающие 400 магазинов, столовых, кафе, ресторанов, детских учреждений рыбной продукции, полуфабрикатами быстрой готовности, нужен малогабаритный транспорт с холодильными установками. Ведь рыбную кулинарию готовят ночью, чтобы к утру уже свежейшую развести потребителям. Не оставляет возможностей для маневрирования и стопроцентный госзаказ. И все же КАИ, еще недавно выслушивавшая немало нареканий, стабильно справляется с плановыми заданиями и многое делает для повышения качества своей продукции. На космодроме Байконур межпланетный космический аппарат ФОБОС-2 выведен на стартовую позицию. Репортаж наших специальных корреспондентов. Нам показалось, что ФОБОС-2 еще до старта немного повезло. Если первая станция преодолела весь путь от монтажно-испытательного корпуса до стартового стола, и потом все дни до пуска находилась под лучами палящего солнца, а очень жаркая погода усложняет операции по заправке, то вторая сегодня попала под затяжной дождь. Такой погоды на Байконуре, где 300 дней в году без единого облачка, тем более летом, не припомнят даже старожилы. 11 километров в степи ракета ехала больше часа. Скорость не космическая. А вот в момент пуска протон словно выстреливается из пушки. За доли секунды он ускоряется до величины более 10 G. Эта физическая единица известна всем со школьной скамьи. Раньше для повышения надежности, для гарантированного успеха, к Марсу отправляли 4 станции, а сейчас только 2. Повысилась надежность техники. Судите сами, в основных магистралях двигателя первой ступени всего 11 разъемов. К сожалению, за рубежом иногда гораздо лучше осведомлены о советской ракетно-космической технике, чем у нас в стране. И сейчас активно интересуются представители деловых кругов. Например, на старт Фобоса-2 приезжают представители крупнейших страховых компаний Италии, США, Англии и ФРГ. А вот эти две компании, итальянская и австрийская, видимо, уже беззаговорочно поверили в успех и расположили свою рекламу на протоне. Вес ракеты передан с платформы на стартовый стол, установка заканчивается, подходит ферма обслуживания, открывая свои стальные руки, и снова реклама, на этот раз уже советских фирм. Главный спонсор появился и такой термин на Байконуре «рекламное объединение электроника». Да, нашей стране есть что рекламировать. Тем более, когда к делу подходят так, как вчера обсуждали на техническом совете и на государственной комиссии готовность протона к вывозу. Здесь основной принцип такой. У каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество. За просчетом всегда человек. И слушая доклады на заседание государственной комиссии, я подумал, вот если бы так же обсуждались вопросы производства машин, обуви, качества строительства жилья. Ракеты мы делать умеем, а вот что попроще, пока нет. ФОБОС-2 не повторяет первую станцию. Он ее дополняет, и вместе они будут работать на ученых многих стран. Именно поэтому сейчас Байконур притягательное место для дипломатов и инженеров, бизнесменов и ученых. Байконур предлагает работать всем вместе и для всех. ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета и Совет Министров СССР направили руководителям Монгольской Народной Республики товарищам Жамбыну Батмунху и Думагину Садному телеграмму, в которой поздравили трудящихся братской Монголии с национальным праздником 67-й годовщиной Народной Революции. Процесс перестройки в Советском Союзе и курс МНРП на обновление монгольского общества отмечается в послании, создают еще более благоприятные условия для дальнейшего углубления, повышения эффективности политического и экономического сотрудничества, духовных контактов между нашими странами и народами, взаимодействия СССР и Монголии на мировой арене. С новостями международной жизни знакомит Александр Сериков. Здравствуйте, товарищи. События, о которых пойдет сегодня разговор, независимо от того, когда они произошли или произойдут, вполне закономерно приковывают к себе внимание своей важностью. Активные действия нашей страны на международной арене уже дают значительные результаты, стабилизируется положение в мире. Безусловно, и предстоящий визит Михаила Сергеевича Горбачева в Польскую Народную Республику, он начинается завтра, в понедельник, будет этому способствовать. Репортаж из Варшавы. В эти июльские дни Варшава, вся Польша живут ожиданием визита советского руководителя. Поляки едины в том, что этот визит должен стать важным этапом в развитии наших разносторонних отношений, что он будет способствовать их расширению и углублению на качественно новой основе. В значении этих отношений Михаил Сергеевич Горбачев, выступая здесь, в Варшаве, на 10-м съезде ПОР, определил следующим образом. Тесное сотрудничество, Союз Польши и Советского Союза, двух самых крупных европейских социалистических государств, непременное условие успешного развития наших стран, стабильности и мира в Европе. Большое внимание предстоящему визиту советско-польским контактам уделяют телевидение, радио, газеты. В специальной колонке, посвященной визиту, газета «Трибуна Люду» приводит высказывания поляков о советском руководителе и сообщает, например, такой факт. В понедельник выйдет уже четвертый тираж книги товарища Горбачева «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира на польском языке». Многолюдно в пресс-центре визита, которая открыла агентство «Интерпресс». Согласно предварительным данным, уже аккредитовалось около 400 зарубежных и почти столько же польских журналистов. Огромный интерес проявляют к визиту крупнейшие телекомпании. Их представителей вместе с фоторепортерами здесь около 200. На пресс-конференциях и брифингах, которые проходят ежедневно, вопросы подчас бывают очень острыми. Особый интерес у журналистов к нашей перестройке, процессам обновления, о которых рассказывают советские эксперты. В выходные дни большинство варшавских заводов не работают. Но мы приехали на предприятие, где выходных не бывает. Это ГУТО Варшава, Варшавский металлургический комбинат. Наш собеседник, мастер участка, Эдвард Бадульский. Если говорить о нашем отношении к начинающимся визиту, то оно прежде всего определяется только что прошедшей у вас в Москве 19-й партийной конференции. Мы следили за ее работой с большим вниманием. Все происходящее сейчас в Советском Союзе для нас не просто интересно. Мы считаем, что можем воспользоваться вашим опытом. Меня лично поражает темп происходящих у вас перемен. Товарищ Горбачев сказал в своем заключительном слове на конференции, что уже на октябрь назначены выборы в Советы. Значит, будут важные перестановки в различных руководящих звеньях. Для нас такой темп реформ просто удивительен. Важно только осуществить все намеченное. Я хочу сказать вам так. Когда мы видим, как проходят встречи товарища Горбачева с людьми, например, с рабочими, а это мы видели и когда он был в Польше, прежде всего радуемся его непосредственности и простоте. Это не какая-нибудь дипломатия. Мы готовы принять его с открытым сердцем и знаем, что такие встречи очень важны для обеих сторон. Нам это должно помочь лучше узнать ваш опыт, подправить то, что, может быть, мы делаем не совсем так, как надо. Сказал Эдвард Бадульский. Ведь мы живем в одном социалистическом содружестве. И чем лучше каждому из нас, тем лучше всем. А теперь сообщение из столицы Болгарии, Софии, где открылась детская ассамблея «Знамя мира». Это четвертая встреча участников движения, которая зародилась 9 лет назад, в год, объявленный ООН, Международным годом ребенка. Ассамблея проходит под девизом «Единство, творчество, красота». В ней принимают участие делегации из 50 стран. В адрес ассамблеи поступило приветствие от товарища Горбачева, в котором содержится высокая оценка деятельности детских организаций и пожелание им дальнейших успехов. К событиям, которые долго не уходят из памяти, безусловно, относится трагическая гибель иранского самолета, сбитого над Персидским заливом американской ракетой. Американские власти утверждают, будто самолет шел, не снижаясь, прямо на выстреливший в него корабль, что радар, дескать, не мог опознать, военный ли это самолет или гражданский. А вот мнение на этот счет британской разведки, мнение тем более интересное, что она, британская разведка, казалось бы, должна защищать честь мундира, ведь он у Англии и США общий, натовский. Так вот, в секретном докладе разведки, попавшем в распоряжение газеты «Санди Таймс», говорится, что иранский самолет вылетел из аэропорта лишь на три минуты позже графика, следовал строго по курсу и набирал, а не снижал, как утверждают американцы, высоту. Оказывается, английские спецслужбы постоянно прослушивали переговоры пилота иранского самолета, с наземным центром в Бендер-Аббасе, откуда он летел. Британская разведка сделала вывод. Будь на месте американского корабля английский, он бы не открывал по самолету огонь. Но трагедия произошла, и люди не могут на нее не реагировать. Как отнеслись к трагическим событиям в Италии, военные корабли, которые, как известно, находятся в Персидском заливе? На связи с нами Юрий Выборнов. Драма, разыгравшаяся в минувшее воскресенье над Персидским заливом, по-прежнему будоражит общественное мнение Италии. Одни, их большинство, хоть и возмущаются, но склонны считать ракетный залп американского крейсера трагической, нелепой, непростительной, но все же ошибкой. Другие называют случившееся преступной акцией. Впрочем, суть не в названии. Преступление, будь оно спланировано заранее или совершено в состоянии аффекта, все равно остается преступлением. Все знают, что висящее на театральной сцене ружье когда-нибудь довыстрелит. Чего же можно было ожидать от военно-политической сцены Персидского залива, где ирано-иракский конфликт соседствует с армадой натовских флотилей? Италия в этом деле не сторонний наблюдатель. С осени прошлого года в заливе находится ее эскадра, которой командует адмирал Мариани. Пытаясь решить частную задачу по обеспечению безопасности судоходства, Италия, как и другие партнеры по НАТО, отнюдь не приближает решение общей проблемы безопасности многострадального региона. Воскресная акция США и сознание ее возможных последствий вызвали в политических кругах Италии шок. Даже некоторые деятели правящей коалиции засомневались в целесообразности дальнейшего присутствия в заливе. Сомнения, правда, быстро рассеялись, особенно после того, как стало ясно, что американцы оттуда уходить не собираются. На заседании Палаты депутатов Итальянского парламента, где решался вопрос о выделении 84 миллиардов лир на финансирование эскадры, коалиция уже выступила сплоченно. Деньги получены, и шесть боевых кораблей должны еще на полгода остаться в заливе. Ну, а что касается многих итальянцев, то у них останутся сомнения. Хорошие фрегаты и хорошая политика. А одно ли это и то же? Ну, а какой была реакция на действия ВМС США в Персидском заливе другого партнера США по НАТО, Испании? Слово нашему корреспонденту Валентину Горькаеву. Испанское правительство избежало прямого осуждения этой акции. Оно сожалеет, что произошла, как оно выразилось, трагическая ошибка. Надеется, что эта ошибка не повлечет за собой усиление напряжения в районе Персидского залива. Выход о создавшейся ситуации оно видит в том, чтобы мировое сообщество поддержало усилия генерального секретаря ООН и также в том, чтобы была выполнена резолюция 598 Совета безопасности. Я почти дословно рассказал содержание краткого заявления испанского МИДа. И, естественно, возникает вопрос, чем вызвана столь сдержанное заявление. Ну, наверное, тем, что очень трудно осудить действия партнера по блоку, по НАТО, тем более партнера такого влиятельного. И, с другой стороны, именно сейчас Испания не хочет обострять отношения с Соединенными Штатами, потому что застопорились, остановились переговоры о заключении нового договора об обороне между этими двумя странами. Ужасная пресса много пишет об этом инциденте, называя ее трагической ошибкой. Ну, не знаю, ошибка ли это. Все сходятся на том, что ошибка-то была закономерной. И что она могла случиться раньше. Потому что действия американских военных кораблей в районе Персидского залива обострили ситуацию там. В чем видят здесь выход? Проблему можно решить политическими средствами, путем переговоров, а не демонстрации военной мощи. По-прежнему одна из волнующих тем международной жизни это событие в Афганистане и вокруг него. В частности, вряд ли кого оставляют равнодушными сообщения о судьбе советских воинов, оказавшихся по тем или иным причинам в плену в Афганистане или за его пределами. Благодаря неутомимой работе правительственных и общественных организаций нашей страны, других стран, попавшие в плен воины обретают свободу. Один из них рядовой Александр Янковский, встреча с которым произошла на пресс-конференции в Кабуле. В октябре 1987 года, выполняя в составе подразделения боевую задачу совместно с подразделениями афганской народной милиции, он был захвачен в плен формированиями вооруженной оппозиции в провинции Лугар близ уездного центра Бараки. до марта 1988 года он находился в плену у одной из банд. После освобождения его направили в госпиталь, чтобы восстановить здоровье, подорванное в плену. А сейчас Александр продолжает срочную службу в одном из подразделений ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Во время пресс-конференции Александр Янковский сообщил журналистам, что он неоднократно подвергался избиениям, психологическому воздействию угрозам. Его склоняли к измене Родине, участию в антисоветской деятельности. С ним неоднократно вели беседы представители средств массовой информации Запада, в том числе США и Англии, предлагая большие суммы денег и другие блага. Александр Янковский рассказал также, что он был свидетелем использования зарубежной техники и иностранных специалистов, прежде всего арабов и французов, для усиления бандформирований как на территории Пакистана, так и Афганистана. Александр сообщил, что в том районе Пакистана, где он содержался, находилось свыше ста советских военнопленных. Он также неоднократно слышал о дерзких попытках военнопленных вырваться из заточения. Судя по вашему рассказу, находиться в плену у афганских экстремистов было очень тяжело. И все же верили ли вы, что Родина, весь советский народ помнит и думает о вас? Понимаете, самое тяжелое находясь в плену это то, что ты не знаешь, во-первых, о чем думают о тебе, что представляют о тебе, потому что мне в духе говорили, что вот мы возьмем, скажем, что ты вот воюешь за нас и все, и твой народ проклянет тебя. Но я надеялся, почему-то всегда была надежда такая, что обязательно вернусь к себе домой, что меня никогда не оставит советский народ. Он сможет сделать все, чтобы только вернуть меня домой к своей матери, к своему отцу, к своим друзьям, к своей девушке. И в заключение обзора несколько видеосообщений. В Бангкоке завершилась ежегодная встреча министров иностранных дел стран-членов АСИАН с главами внешнеполитических ведомств США, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Японии, а также представителями ЕС. Заседания проходили за закрытыми дверями. Тем не менее, стало известно, что были затронуты вопросы экономических отношений, а также положения вокруг Кампучии. Военно-морские силы США пополнились еще одной новейшей ядерной подводной лодкой. На базе в Норфолке состоялась официальная церемония спуска на воду Оклахома-Сити, так называется новый ракетоносец. На британской нефтяной платформе Piper Alpha, где вследствие утечки газа недавно произошел взрыв и погибли по меньшей мере 166 человек, не соблюдались, как выяснилось, требования безопасности. По свидетельствам специалистов, общий вес платформы был так велик, что в случае возникновения пожара вполне можно было ожидать смещения на ней баланса и провала одного из модулей в море. Тысячи гостей приехали в старинное русское село Карабиха под Ярославлем на всесоюзный Некрасовский праздник поэзии. В какой уж раз мы в этом удивительном благословенном уголке земли русской. Опять она родная сторона с ее зеленым благодатным летом и вновь душа поэзии полна. Да, только здесь могу я быть поэтом. Так писал Некрасов о Карабихе, где по сей день хранится дух великого поэта. Все живо, и этот белокаменный флигель на высоком холме, и прохладная тенистая аллея старинного парка, бегущая вниз по крутому косогору, ручей гремиха, воспетый поэтом. Помните, и той же песенку и полн был говор этих милых волн. Родниковые ключи, которые не умолкают и сегодня, знаменитые Некрасовские пруды, все, как при жизни Николая Алексеевича. Здесь рождались главы из поэм «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз красный нос», «Русские женщины». И здесь в летнюю пору читал своим, как он сам говорил друзьям, приятелям из народа, только что написанные стихи. Народный поэт, в его поэтические полотна вместилась вся Россия. И снова, когда, как сегодня, видишь в этих памятных Некрасовских местах тысячи и тысячи людей, вспоминаются слова Чернышевского о великом поэте-гражданине. Я убежден, его слава бессмертна, вечно любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из русских поэтов. В Карабихе праздник, открыты большие книжные базары, где нарасхват томики стихов Некрасова, поэтов-классиков, популярных современных авторов. Примета дня и фольклорный фестиваль, на который приезжают творческие коллективы из самых отдаленных сел. Среди участников праздника писатели и поэты из Москвы, с Поволжья, из далеких и близких городов страны, зарубежные литераторы. И несколько часов к ряду звучали стихи на Волжской земле, на родине Некрасова. Гражданский пафос некрасовских строк сливался с высоким голосом советской поэзии. В Москве, во Дворце молодежи на Комсомольском проспекте, открылась выставка произведений народного художника СССР Ильи Глазунова. Несмотря на то, что на выставке есть несколько картин, которые видели зрители, как бы напоминающие главные темы творчества художника, экспозиция с полным правом называется «Новые работы Ильи Глазунова». И эти новые произведения, вы сейчас видите часть из них на экране, наверное, также, как и всегда, вызовут разноречивые мнения. Но, безусловно, всем будут интересны две впервые показываемые большие работы. Полотно «Мистерия XX века», размер его 6 на 3 метра, написанное в 1973 году. И только что законченная картина «Сто веков Руси». Вы видите, какое пристальное внимание зрители они вызывают. Думаю, еще и потому, что большие, густонаселенные эти полотна с огромным количеством персонажей нуждаются в авторском комментарии. Итак, «Мистерия XX века». Художник как бы отодвигает занавес, и перед вами 20-е столетие в реальных исторических лицах. Я хотел выразить взгляд современника на тревожный, апокалипсический, полный социальных бурь и катастроф XX века. Показать людей, через которые действовали определенные философские, социальные идеи в нашем времени. Сегодня для меня радостный день, когда идеи демократии, гласности и свободы разных направлений реально утверждены. каждый может посмотреть и сделать свой вывод. Московский Кремль знакомый и непривычный, где-то фантастический, объединивший элементы русской архитектуры и Коломенского, и дома бояр Романовых, в первую очередь привлекает в картине «Сто веков Руси». Я этой темой мучаюсь всю жизнь. Это очень сложная работа, потому что в одной картине я хотел показать историю народа, историю русского народа. Потому называется «Сто веков». Начинают с Киевской битвы, низвержение Перуна. Мне хотелось показать сегодняшний день, через сложные десятилетия, которых так сейчас глубоко и проникновенно пишут наши газеты и журналы. И когда я закончил эту работу, я только могу сказать одно. Я сделал все, что мог. И мне бы хотелось, чтобы эта работа вызывала интерес к нашей великой истории, о которой Пушкин сказал. Я не хотел бы другой истории, которой дал Бог России. Экспозиция новых работ Ильи Глазунова – первый опыт Министерства культуры СССР организации хозрасчетной выставки. Часть средств от нее пойдет в Советский фонд культуры и Детский фонд имени Ленина. Думаю, важно еще сказать, что экспозиция Глазунова и Лабиринт – новые работы молодых московских художников всех направлений, о них мы тоже расскажем в программе «Время». Успешное и интересное начало выставочной деятельности Дворца молодежи в Москве. В Москве состоялось представление парад лауреатов и призеров Всероссийского конкурса исполнителей польской песни и фестиваля советской песни «Зеленая Гура» 88. За высокое мастерство, за артистичность, за глубокое проникновение в суть польской песни. Вот такое многообразие призов, среди которых, в частности, и приз зрительских симпатий объединяет конкурс, вступающий на днях в свой заключительный этап – всесоюзный конкурс польской песни в городе Витебске. Оценить исполнение польской песни воистину могут создатели этих песен. Приз Союза польских композиторов получила Ольга Саевская из Сочи. Посмотрите, исполнение ее так заразительно, что подпевает даже дирижер. Если подсчитать всех, кто прошел в своих городах, областях, дошел до Москвы, то это порядка двух тысяч исполнителей. Это массовость? Это массовость, да. А мы, честно говоря, начиная этот конкурс, думали, что у нас единицы будут в нем участвовать. Хорошо, что есть на свете это счастье быть с тобой, поют дипломанты фестиваля Желёная Гура 88, Войцех и Роберт Косил. А аккомпанирует им оркестр, которым управляет Станислав Фиолковский, дирижер варшавского коллектива Big Wasso Band. А сейчас поговорим с человеком, который создает эти песни. Адам Хэтман, польский композитор, был членом жюри во время проведения зонального конкурса в Рязани. И несколько вопросов к нему. Ну что ж, нам всем очень приятно вас приветствовать в Москве. А как оцениваете вы уровень мастерства наших исполнителей. Я был приятно удивлен, когда увидел, что в Советском Союзе огромный интерес к польской песне. Уровень же исполнительского мастерства я оцениваю очень высоко. Что понравилось вам больше всего в Москве? Думаю, можно сказать так. Идея организации такого рода представления, ибо это особый вид контакта московской публики, широкого контакта москвичей с польской песней. мне кажется, что эта идея достойна самой высокой похвалы и уважения. Добрый вечер. Советские баскетболисты без поражений завершили Олимпийский отборочный турнир в Голландии. Сегодня в заключительном матче они выиграли у команды Италии 107-86. Собственно, путевку на Олимпийские игры наша команда получила еще накануне, после победы над баскетболистами Испании. В этой встрече сборная СССР установила своеобразный личный рекорд, выиграв у традиционно трудных соперников с преимуществом в 47 очков 129-82. Это тем более отрадно, что перед встречей тренеры выражали немалые опасения из-за дисквалификации центрового белостенного. Главному оружию испанцев скоростным атакам наши противопоставили еще более скоростные действия нападающих и меткие трехочковые броски. Тактика сборной СССР оказалась не просто действенной, но и попросту шокировала соперника. Безоговорочный успех сборной СССР оживленно комментируется спортивными обозревателями не только Европы, но и США. В первую очередь отмечают прекрасное командное взаимодействие и хорошие снайперские качества как минимум пятерых игроков, добавляя, что сборная СССР в сентябре может еще прибавить в мощи, если ее пополнят залечивающие травмы центровые Сабонис и Ткаченко. Будем надеяться и мы. Две другие путевки в финал олимпийского турнира достались командам Югославии и Испании. Да, олимпийская тема звучит сегодня все настойчивее. Так в Люцерне в Швейцарии завершилась традиционная регата по академической гребле, считающаяся неофициальным первенством мира. И еще до ее старта тренеры сборной СССР объявили, что выступления их подопечных в Люцерне станут главным критерием отбора на Олимпийские игры. Но только одну победу в заездах двоек парных одержали наши гребцы. Александр Марченко и Василий Якуша уверенно опередили экипаж из ГДР. В заездах четверок наши спортсмены уступили соперникам из Германской Демократической Республики и заняли также второе место в состязаниях восьмерок вслед за командой ФРГ, которая не побеждала в люцернских регатах 25 лет. Но особенно тревожат девушки. Лишь две бронзовые медали. Так плохо в истории этой регаты советские спортсменки еще никогда не выступали. А в люцерне больше всех побед на счету команды ГДР. И на Олимпийских играх по традиции спортсмены этой страны будут в числе главных претендентов на желтые медали. И тому подтверждением мировой рекорд метаний диска Габриэлы Райнша, которому накануне сообщали 7-6 метров 80 сантиметров. Такова ее олимпийская визитная карточка. И вновь внимание к Хайке Дрехслер. чем недавний мировой рекорд Галины Чистяковой. Представляя наших главных друзей-соперников по Олимпийским играм, нельзя обойти вниманием и олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Кристо Ротенборге, которая вновь выиграла титул чемпионки ГДР в спринтерской гонке на треке, тем самым получив шанс стать одной из немногих победителей Олимпийских игр как летних, так и зимних. А у мужчин уверенную победу в этом разделе одержал олимпийский чемпион и неоднократный победитель мировых первенств Луц Хеслих. Он пока на второй позиции, но посмотрите, как уверенно опережает своего соперника на финишном коридоре. Похоже, что современным принцам своих золушек придется отыскивать не по хрустальным башмачкам. Но все же и в футболе девушки остаются девушками, и это прекрасно. В Кашире, что в Московской области, завершился второй всесоюзный турнир на призы еженедельника «Собеседник». Появились и свои любимицы у пока еще немногочисленных болельщиков. Так, лучший снайпер турнира из команды победительницы, которая называется Иверия и представляла Грузию, Тина Суламонидзе охотно откликается на имя Марадона. Оказывается, подруги по команде именно так шутливо прозвали ее. Семь мячей забила Тина, столько не удалось помнить ей лучшему бомбардиру недавнего чемпионата Европы Ван Бастену. Некоторое время назад, рассказывая в нашей программе о первом неофициальном мировом первенстве по женскому футболу, я выразил надежду, что у нас в СССР желающих играть девушек не меньше, чем в других странах. В Кашире выступали 20 команд. Уверен, что на будущий год их число увеличится. Погода. Какой она будет на курорте? Этот вопрос волнует сегодня и тех, кто отдыхает, и тех, кто только что собирается на юг. А что скажут синоптики? Июль для нас является самым теплым месяцем. Среднемесячное число многолетних дней солнцем в июле 24. Температура морской воды никогда не опускалась ниже 20 градусов. Диана Павловна, ну вот звонят в Сочи с наступлением курортного сезона и каждый год и звонят в Корпунт, спрашивают, можно ли купаться в море? Звонят с многих городов, мне лично, из Магадана, из Днепропетровска были звонки из Ленинграда, но хочу сказать, что все эти анализы, которые мы отбираем, положительные, море не загрязнено, купаться всегда можно и благоприятно. По сведениям Гидромедцентра СССР, завтра в Краснодарском крае 23-28 градусов, температура воды на Черноморском побережье Кавказа 23-25. В Беларуси 19-24, кратковременные дожди. На Украине 20-25, на юге до 29 градусов, кратковременные дожди, грозы. В Молдавии 22-27, кратковременные дожди, грозы. В Мурманской области 21-26. В Центральном районе РСФСР 19-24, кратковременные дожди, грозы. В Ленинграде 24-26 градусов. В Москве ночью 14-16, днем 22-24. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер северный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова